Приветствую ценителей прекрасной еды, обитающих, конечно, на моём канале. А где же ещё? Лазанья! Ну, достаточно хлопотное дело. Но вот эта вот упаковка листов для лазанья облегчит процедуру. Я опустил процесс предварительной подготовки овощей и начинаю готовить. Оливковое масло. Ну, у меня это экстра варжин, смежанное с подсолнечным. Одна луковица и одна морковь. Ну, и то, и другое кусочками, как вы видите. Буду использовать томатную пасту, кстати, сделанную в Италии. Так что сегодня аутентичное лазанья будет. Помешиваю лук, морковь. Минуты три прошло. Отправляю сельдерей. Ингредиенты в описании, как всегда. Продолжаю обжаривать на интенсивном нагреве. Проходит примерно минут 8-10. Овощи, в общем-то, уже стали мягкими. Добавляю чеснок. Ну, и накрываю его томатной пастой. Ну, 50-70 граммов. Ну, вот в этой баночке было 70, естественно, я все добавил. Классная итальянская паста, не кислая. Смешиваю, смешиваю, размешиваю. Это соус болонезе с говядиной. Вот я добавляю говядину. Фарш у меня был домашний, замороженный. Естественно, я его оттаял. Полкило. Опять максимальный нагрев, когда уложил фарш. Смешиваю и разбиваю в комочки, чтобы их не было. Ну, в общем-то, 7 минут, и говядина готова. Это можно есть. Но не в нашем случае. Я добавляю сухое красное вино. Полстакана. И продолжаю держать интенсивный нагрев, чтобы алкоголь выпарился. Ну, если вы вот в никаких формах не воспринимаете алкоголь, то можете обойтись без него. Для того, чтобы получить аутентичный вкус, нужен этот алкоголь. Минут через 5-6 весь алкоголь выпарился, но вкус вина останется. Я добавил примерно полторы чайных ложки орегано. Можно добавить тимьян, базилик. Пассата. Ну, пастой нельзя назвать. Это густые помидоры. Итальянские, опять же. Примерно 200 граммов я покрываю фарш и все содержимое сковороды. И добавлю еще, ну, примерно стакан бульона или кипятка. Кипяток вполне подойдет. Бульон тут необязателен, на мой взгляд. В общем-то, вот все, что в сковороде, уже можно сказать, что готово. Ну, еще минуты 3-4 подержать и готово. Я добавляю, кстати, свежемолотый перчик. Ну, и солить надо это делать. Ну, в итальянской кухне принято долго тушить этот соус. Ну, я очень долго не смог, потому что 20 минут держал на слабом нагреве. Ну, еще подержу, я держал под крышкой, еще подержу без крышки, чтобы сделать соус более густым. Пробую. Ну, да, это очень вкусно уже. Ну, можно чуть-чуть муки добавить, он сразу станет гуще. Ну, я не стал добавлять, я выпарил. Прошло минут 7 на среднем нагреве. Ну, в общем, одна часть нашего блюда лазаньи готова. Соус баланьеза. Делаю вторую часть. Соус бешамель. Сливочное масло 50. Мука тоже 50. Тщательно размешиваю. Нагрев средний, не выше. И вот эта смесь начала темнеть. Как только она начинает темнеть, добавляю молоко. Ну, жирность стандартная. Ну, 3,2 у меня. Это мускатный орех натертый и каенский перец. Ну, и соль, естественно, сюда. Очень даже к месту. Ингредиенты в описании, я уже говорил. Помешал, размешал, довожу почти до кипения. Ну, так, чтобы булькало нормально. И сыр. Я использую сулугуни. Но итальянцы не используют сулугуни. Некоторые используют моцареллу. Большинство используют пармезан. Ну, или грана, пада, ну, я не знаю. Итальянцев много. У разных итальянцев разные вкусы. Солугуни, ну, вы можете использовать, в принципе, тот сыр, который вам нравится. Твёрдый сыр сюда не обязателен. Я бы так сказал. Я почти растворил сыр. Бешамель готов. Что означает надпись «Колеционы»? Не, нифига, не то, что вы подумали. Она означает, это отборная паста, поэтому она очень дорогая. А как вы думали? Вот это и означает надпись «Колеционы». Я выбрал более-менее подходящую форму. По форме пластин для лазаньи. Эта форма, ну, достаточно близко подходит. Начинаю собирать конструкцию, так сказать. Бешамель на дно и три пласта лазаньи. Это бариловская лазанья. Ну, да, дорогая, но она позволяет облегчить процедуру очень даже. Потому что эти листы не надо предварительно отваривать. На первый слой я уложил мясо. На мясо, естественно, второй слой. Снова бешамель. Снова пластины лазаньи бариловские. Не надо отваривать и готовится 20 минут. Ну, классно, что. Все остальные ингредиенты у нас, что-то и готовить-то не надо. Они уже готовы. Ну, и вот так быстренько вам показываю. Кстати, идея совмещать мясо и сыр, она, ну, лично мне не особо нравится. Ну, это индивидуальное предпочтение. Классное мясо. Ну, например, стейки посыпать сыром. Ну, так, по-моему, этого никто не делает. Или отборный сыр. Ну, здесь, наверное, это да, допустимо, согласен в некоторых случаях. Последний слой покрываю густым бешамелем. Собственно, это уже не бешамель. Когда в него добавляется сыр, он перестает быть бешамелем. И вот теперь сверху я посыпаю твердым сыром. Ну, если у вас твердый сыр называется ваш сыр пармезаном, то ничего страшного, пусть будет пармезан. Ну, главное, чтобы был вкусный, выдержанный сыр. Немножко окропил оливковым маслом. Он держал 20 минут плюс 5 минут. Жар сверху. Температура была 190. Да, листы мягкие, но все остальное, естественно, тоже мягкое. Оно уже до похода в духовку было мягким. Если подождать, чтобы лазанья остыла, ее можно очень легко и красиво нарезать и подать. Ну, как я могу ждать, чтобы она остыла? Ну, во-первых, хочется есть. Так что быстрее хочется снять подачу, не сесть за стол. Ну, поэтому с некоторыми сложностями это сопряжено, да. Ну, ничего страшного, ничего. Режется вот этой лопаточкой. Вот это у меня такая кулинарная лопаточка имени Леруа Миролен. Пробую. Ну да, вкусно, даже очень. И сытно, очень сытно. Рекомендую. Приятного аппетита. Чао. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!